Здравствуйте к новостям культуры. Акции памяти по погибшим в петербургском метро прошли по всей стране. В Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Воронеже, Уфе, Челябинске. Как сообщает портал Культура, в знак поддержки жителей северной столицы многие здания по всему миру были погружены в траурную темноту или окрашены в цвета российского флага. Так погасли огни на Останкинской и Эйфелевой башнях. Свечи и цветы, многие события культуры в эти дни начинаются с минуты молчания. Но в сцене Мариинского театра памяти жертв теракта был исполнен реквием Верди. Он прозвучал в исполнении солистов театра Виктории Ястребовой, Юлии Маточкиной, Михаила Векуа, хора и симфонического оркестра театра. За дирижерский пульт встал Кристиан Кнап. В связи с трагедией в театре отменили премьеру оперы «Молодожены». Весь коллектив выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Еще одна новость из Петербурга. 4 апреля на студии «Лендок» состоялся концерт «Размышления. В ком сердце есть, тот должен слышать время», посвященный революционным событиям 1917 года. Концерт организован Свято-Петровским малым православным братством. В начале концерта все его участники почтили память петербуржцев, погибших 3 апреля во время теракта в метро. Концерт «Размышления» собрал самых разных людей. Звучали мемуары и дневники Константина Паустовского, Зинаиды Гиппиос, Александра Блока Ивана Бунина, Николая Бердяева. Были показаны многочисленные кадры кинохроники. Но главное – это то, что происходило внутри каждого участника, переживающего произошедшее со своей родиной, казалось бы, давно, но продолжающееся до сих пор. Концерт проходил в рамках акции национального покаяния под названием «Имеющие надежду» – инициативы преображенского братства, возникшей в связи со столетием революционных событий в России. И именно о надежде больше всего хотелось говорить с участниками концерта. В Москве начала свою работу выставка «Сокровища Нукуса». На ней представлены картины и археологические артефакты, которые привезли в Россию из Узбекистана. Как сообщает МИР24, эти картины в российской столице впервые. Выставка готовилась более 10 лет. При поддержке Министерств культуры России и Узбекистана в Москву из Нукуса привезли около 250 полотен и артефактов. В главном здании Пушкинского музея своего рода эпиграф – визитные карточки художников. Песочный декор, сдержанный цвет, призванный хоть немного уравновесить кричащую радость красок. Создатель музея художник Игорь Савицкий долгие годы собирал то, что теперь искусствоведы называют туркистанским авангардом. Работы Волкова, Уфимцева, Тансенбаева спасал работы у московских художников, обвиненных в формализме. Сейчас коллекция музея в Нукусе насчитывает около 100 тысяч экспонатов, глиняные головы и огромные сосуды, посуда и традиционное шитье. Все это визуализация мифа не только о легендарном искусстве, но и о культуре, которой теперь можно прикоснуться в центре Москвы. Отметим, что выставку сокровища Нукуса также посетили президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мерзиеев. В Санкт-Петербурге появился уникальный музей, где представлена крупнейшая в мире коллекция ювелирных изделий Фаберже. Ценнейшие экспонаты вернули на родину российские предприниматели, сообщает МИР24. Здание под музей искали в Москве, но потом решили работать в том городе, где трудился сам мастер. Власти Петербурга предложили дворец на Рыжкиных-Шуваловых. Чтобы восстановить здание, которое разрушалось весь прошлый век, потратили пять лет и большие средства меценатов. Сейчас сам интерьер составляет часть экспозиции. Образованные и богатые люди обязаны поддерживать культуру своего народа, считает директор музея Фаберже Владимир Воронченко. Так же, как в свое время делали Третьяков или Морозов. Сейчас в музее около четырех тысяч предметов, в том числе императорские пасхальные яйца. Самая известная работа ювелира Фаберже.